Всем огромнейший приветик, с вами Элиса и Тенни Сэнфора, сезон 1 серии 12, финал сезона, школьная вечеринка. Прошло еще несколько дней, когда тебя вызвали на допрос. На этот раз с тобой пошла мама. Пока вы ждали в приемной, ты нервно перебирала журналы, заранее продумывая ответ на любой вопрос. Наконец к вам подошел шериф и провел к своему столу. Думаю, ты понимаешь, почему я тебя вызвал. Он что-то говорил, но ты отвечала на автомате. Тебе не верилось, что все это произошло с тобой, поэтому ложь давалась легко. И ты в который раз повторила. Я не знаю. Сара, я еще раз задаю вопрос. Ты говорила, что мисс Бейкер убила уборщика, он действительно пропал, как собственно и учительница. Сара уже сказала вам, что ничего не знает. Хорошо. Шериф откинулся на спинку стула, порылся в бумагах. Пришли результаты теста на запрещенные препараты. Чего ты опять ржешь, шериф? У некоторых учеников были замечены следы принятия этих веществ, но нас озадачило кое-что другое. У Сэма и его отчима после смерти... После смерти... Отчим Сэма мертв? Вас это не касается. Ну так, зачем ты вообще упоминал тогда? Его убила Писадера? В общем, в их крови был обнаружен определенный яд, который в малых дозах содержится в CP25. Что это? Препараты, которые недавно стали производить в Сэнфоре или в Округе, нам пока неизвестно, где именно. Они добывают яд с этих цветов. Улика. Знакомы эти цветы? Ты заметила на его губах легкую усмешку. На что вы намекаете? Следы этого яда были найдены в крови вашей дочери, мисс Анил. Что? Этого не может быть. Мама, я ничего не принимала. Успокойтесь, доза слишком мала. Может, ты как-то соприкасалась с этими цветами? Я могу сказать, как есть, но поверят ли мне? Сказать правду или соврать? Так, я нашла такой цветок под трупом Сэма. Странно. Мы не находили никаких цветов под Сэмом в ту ночь. Ты пожала плечами. Шериф странно посмотрел на тебя, но больше вопросов не задавал. Наконец, допрос был окончен. Когда ты вышла из полицейского участка, на душе было чувство облегчения. Все позади. Ты стояла у обрыва, слушая, как течет река. Платье развивалось, хлопая от ветра по ногам. Ты не спасла меня. А? Обернулась на голос и замерла, испугавшись. Мисс Бейкер мертва. У нее в руках были зажаты фиолетовые цветы. Она замахала ими перед твоим лицом. Посмотри, что ты со мной сделала. Нет. Мисс Бейкер подошла ближе и резким движением толкнула в грудь. Руки попытались уцепиться за что-то, но хватали лишь воздух. А? Ты упала в пропасть. Осознание пришло спустя несколько секунд вместе с чувством падения. Твой крик оглушительным эхом прошелся по округе. Нет. Нет. Тишина. Теплая кровать. Питомец на соседней подушке. Это сон. Просто сон. Ты посмотрела на руки. А? Они были в фиолетовой пыльце. Ты вскочила, почти в истерике отряхнулась. Надо поговорить с Бобби. Может, он что-то знает об этом цветке? Тук-тук? Можно? Да. Скоро все начнется, а ты даже не оделась. Что начнется? Что же значит этот цветок? Ты еще не проснулась? Скоро начнется ваша школьная вечеринка. В честь открытия Америки Колумбом. А, да, точно. Так и что же наденешь сегодня? Ты немного замешкалась, но настроение быстро поднялось. В порыве подскочила к шкафу и распахнула дверцы. Платье с принтом. Очень яркое, прям капец вырви глаз. О, элегантное платье. Обалденное. И простое. Мы берем элегант... Ой, и дополнительные бесплатные наряды. Ну, мы берем элегантное платье. Детка, это просто ты такая... У нее на глазах навернулись слезы. Мама! Прости, Сара. Просто ты такая красавица. Слов нет. Спасибо, мама. Только не плачь. Она вытерла щеки быстрым движением. Не буду. В дверь позвонили. Ты выглянула в окно и увидела... Майкла. Это ко мне. Может, познакомишь нас? Эм... Познакомить. А если ты не станешь показывать мои детские фото? Эх, какой тогда смысл? Всегда бы мама была такая смешная и реально как подружка. Вы спустились в гостиную. Мама открыла входную дверь. На пороге стоял Майкл. На секунду он удивился, но быстро сориентировался. Галантно поцеловал маме руку. Ничего себе! Ух ты, какой крутой! Здравствуйте, мисс Анил. Меня зовут Майкл. Мама почему-то отдернула руку. Возмущенно посмотрела сначала на Майкла, затем на тебя. Так, значит, вот кто твой ухажер. Ну все. Только я похвалила маму, она теперь вот показала себя. А в чем дело? Мама снова посмотрела на Майкла, а глядела его с головы до ног. На его лице застыла странная ухмылка, будто он понял, в чем дело. И как бы принимая вызов, выпрямил плечи и расставил ноги. Не, шериф Никсон рассказывал о тебе. Майкл отпрянул, растерялся. Как интересно, и что же он вам рассказал? О черных драконах. Не понимаю, о чем вы. Все ты понимаешь. Сара, ты никуда не пойдешь с этим человеком. Ну приплыли. Ах, я и так переживала за последнее время столько всего. Не хочу выяснять это сейчас. Хочу просто отдохнуть. Об остальном я разберусь позже. Догадавшись, что вам нужно поговорить, Майкл сказал. Сара, я подожду тебя на улице. Когда он вышел, ты обернулась к маме, едва сдерживая негодование. Мама, нет ничего плохого в том, чтобы Майкл просто отвез меня в школу. Я ему не доверяю. Ему доверяю я. Не знаю, что тебе там рассказал шериф. У тебя есть что-то против него? Если да, то скажи прямо сейчас. Вот и поговорили. Позвони со школьного телефона, как только приедешь. Пообещай мне. Обещаю, не переживай. Майкл ждал тебя, оперевшись на мотоцикл. Мы поедем на нем? А что, струсила? Ну, я типа в красивом платье, в конце концов. Прическа у меня. Вот и нет. Тогда запрыгивай. Можешь прижаться ко мне покрепче. Хорошо. Было шумно. Многие уже танцевали. Кто-то незаметно подливал в пунч алкоголь. Сердце билось в такт ритмичной музыки. Смех, голоса, зажигательные песни. Сэндфорд был горяч, как никогда. Ты замечала, как тебя провожали взглядами. Парни искали твоего внимания, а девушки смотрели с неприязненным восхищением. Если бы я знала, что другие так оденутся, ну, конечно, ты бы сразу точно так же бы оделась. Услышала ты за спиной. Чувствуй себя дурнушкой. С трибуны послышался голос. Ты не видела его лица из-за темного освещения и толпы, закрывающей обзор. Эй, поднимите ваши руки. Прошло ровно 494 года со дня открытия Америки Христофором Колумбом. За Колумба три раза. Ура! Ура! Крикнуть со всеми. Да! Ты набрала воздух и... Ура! Не слышу! Ура! И все в унисон крикнули. Ура! Ура! Да хватит уже кричать! Ура! Ты рассмеялась. Раздались оглушительные хлопки и посвистывания. С днем Америки! Это было здорово. Ты вернулась к Майклу. Не успела ты сориентироваться. Майкл повернул твое лицо к себе и впился в губы. Резко отпрянул, посмотрел в глаза. Теперь вы с Майклом пара! Только скажи, что тебе не нравится. Мне не нравится. Вот как? Он приобнял тебя за талию и закружил. А... А так? Не отпускай меня. Ни за что. Ты такая маленькая, как тебя можно куда-то отпустить. Хотя... Он закружил тебя сильнее, а затем наклонил, придерживая за поясницу. Ваши лица были в дюйме друг от друга. Майкл коснулся кончиком носа твоего, посмотрел в глаза. И раз... Он отпустил руки, и на мгновение ты подумала, что сейчас упадешь. А? Его руки сразу же удержали поясницу, прижали к себе вплотную. Не бойся, я тебя держу. Он осторожно коснулся твоей шеи. Ах, ты почувствовала, какие горячие у него губы. Хочешь сказать, что тебе не нравится? Не нравится. Его губы растянулись в улыбке. Он быстро поцеловал шею снова и отстранился. Заиграла диско. Потанцуем? Майкл задвигался, попадая в ритм. Спорим, так не умеешь. Так плохо я действительно не умею. Ах, так? Он рассмеялся, поцеловал тебя в лоб и махнул руками. Тогда покажи, как ты умеешь. Ты двигалась, не отнимая от него взгляда и наблюдая за тем, как меняется выражение его лица. Некоторое время он наблюдал, словно хищник в западне. Но ты засмущалась. Он тут же улыбнулся и стал танцевать вместе с тобой. Музыка оборвалась. Произошла заминка. В горле пересохло. Пойду выпью пунша. У столика с выпивкой стояла Адель. Она пустила слух о нас с Майклом. Нужно разобраться. Адель, можно тебя на минутку? Чего тебе? Надо поговорить. Ты ушла в сторону от остальных в надежде, что Адель пойдет за тобой. Но она осталась на месте, разговаривая с компанией, стоявшей рядом. До тебя долетали обрывки ее слов. Бедная девочка. Повелась на Майкла. Это ты о себе, зайка? Неудивительно, таким дешевым. Лишь бы... Нужно держать репутацию. Ее мама не учила. Все рассмеялись, бросая на тебя насмешливые взгляды. Ты сгорала от чувства злости и унижения. Тебя бросила в жар. Адель, это просто так с рук не сойдет. Ауч! Тебя чуть не снес Стив. Чего встала? Он оттолкнул тебя в сторону и, качаясь от выпитого, двинулся к Адель. Парочка, что надо? От промелькнувшей идеи твое настроение резко улучшилось. Вы это заслужили. Ты выставила ногу вперед и, в темноте не заметив ее, Стив споткнулся. Оооо? А? Он полетел в сторону Адель. Задев стол, миска с пуншем разлилась прямо на Адель, затем на нее повалился и Стив. Все рассмеялись. Отвали! Мелкая месть, но от этого не менее приятная. Вы встретились с Адель взглядом, и она заметила твою торжествующую улыбку. Ах ты! Адель отбросила Стива, подскочила, позабыв о платье и заверещала. Думала, я не замечу. Не заметишь что? Она рассмеялась истерически и злобно. Считаешь себя умной, но не знаешь, что творится у тебя за спиной. О чем ты говоришь? Так я тебе и сказала. Пожинай плоды своей наивности, бэйби. Адель посмотрела на свое платье, кинула напоследок взгляд, полный презрения, и скрылась в толпе. О чем она? Музыка била по ушам. Люди толкались, забываясь в танце и алкоголе. Разгоряченные, выпившие старшеклассники веселились почти как взрослые. В спортзале было душно, и ты решила охладиться. На улице воздух был свежий, даже немножко морозный. Убегаешь от меня? От тебя разве убежишь? Майкл подошел сзади, приобнял за талию и прижал к себе. Он наклонился над ухом и прошептал. Только если попросишь за тобой не идти. Не боишься, что Адель увидит нас и устроит скандал? Она и так в ярости. Думаешь, мне есть до этого дело? Ты почувствовала его дыхание над самым ухом. Закрыла глаза, отдаваясь ощущениям, а когда открыла, увидела черную фигуру, стоящую вдали. Нельзя было разглядеть, мужчина это или женщина, но ты чувствовала внимательный взгляд, обращенный на тебя. Все в порядке, ты дрожишь? Он обнял тебя еще крепче в попытке согреть, но дело было не в холоде. Ты снова посмотрела на тропу, уходящую в лес, у которой стояла фигура, но никого уже не было. Ничего, показалось, что увидела кого-то. Пойдем? Вы вернулись в школу. Питомец сидел у окна, разглядывая освещенную фонарями улицу. Хозяйка будет нескоро. Пусть веселится. Ей пришлось многое перетерпеть. И со многим еще только предстоит справиться. Вместе с друзьями разгадать немало загадок. Проверить себя на прочность. Ей еще со многим нужно разобраться. Но найдет ли она в себе силы? Прелесть. Шикарная просто глава. Она хоть и коротенькая, ну, в сравнении с предыдущими, но... Она такая, знаете, дала возможность как-то немножко выдохнуть, прийти в себя и набраться сил для последующей борьбы. Очень красиво закончился сезон. И романтика была, и такая небольшая месть Адель. Ну и напоследок обманчивое ощущение, что все закончилось. Эх, ну, как сказала наша кошечка, все еще впереди. Друзья, плейлист истории вы всегда найдете в описании под видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok